Здравствуйте! Я хочу сказать, что у нас в гостях Якулевич Антон Александрович, руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры «Детский парк». Доброе утро! Спасибо, что пришли к нам в Страфаранше. Правильно я понимаю, что под этим муниципальным учреждением понимается не только детский парк, как таковое локальное место, но и другие парки. И гагаринские, и... Абсолютно верно. Детский парк — это учреждение культуры, в оперативном управлении которого находится и гагаринский парк, и скверы города Симферополя. А вот парк Шевченко? Парк Шевченко в том числе, да. Ну и скажите, пожалуйста, у вас как вы следите за безопасностью, не допускаете всяких таких актов вандализма? Вы знаете, слава богу, в парках в последнее время подобных вопиющих случаев не было, но с мелким хулиганством, конечно, мы сталкиваемся регулярно. А камеры у вас стоят? Да, вредители абсолютно верно. Вредители. Да, камеры у нас стоят. Уру перевернуть. Сейчас, я про камеры хочу. Стоят, стоят. Да, и камеры у нас стоят, и охрана у нас работает, и благодаря ребятам из коммерческих структур, которые аттракционы свои размещают, мы тоже обеспечиваем безопасность. Они отдельно следят, охраняют? Они дополняют нашу охрану. И при этом ваша охрана есть? Да, конечно. И камер достаточно установлено, да? Ну, то, что касается детского парка, да. А гагаринский? В гагаринском парке нет... Ни одной камеры? Нет, там есть камеры, но они достаточно локально, и то, что касается аттракционов и мест скопления людей. Знаете, на самом деле, насколько я вот общаюсь с симферопольцами, очень волнуют жителей города, что же будет с гагаринским парком дальше. Какие-то есть у вас планы, которые вы могли бы поделиться? Вы знаете, я новый руководитель. У меня есть, конечно, свое видение по поводу развития парка, и мы сейчас активно обсуждаем его с администрацией города, с департаментом культуры. Поэтому дальнейшие действия будут после согласования. Ну, вот как раз о вашем видении я хотел сказать. Ваше видение. Конечно, ваше. Вот, может быть, вот чисто вот проходили, просто вы мимо, да, и вот думали, что бы вы сделали по-другому. Есть какие-то такие маленькие детали, которыми вы могли бы с нами поделиться? Вы знаете, да, бывал за рубежом, видел парки, видел, в каком они состоянии, и, конечно, хотелось бы хоть малую часть этого опыта перенести сюда, в Симферополь. И, конечно, для меня было бы большим достижением, если бы по нашим газонам можно было бы ходить. Ну, было бы здорово, да? Да, вот, конечно, это вот было бы для меня победа. А вот что, в такого, что, сейчас, секундочку, извини, Саша, сегодня целый день перебивай, целое утро. А что из такого самого впечатляющего реально перенести в наши симферопольские парки? Ну, восхищать могло же многое, да, по идее? Ну, в первую очередь, конечно же, чистота и отношение людей к тому, что вокруг. То есть нет там и вандалов, и хулиганов. Вредителей. Вредителей. Возможно, они там есть, но также оперативно служба работает, устраняет какие-то мелкие поломки или надписи. Вы знаете, одно из главных критик, вот, скажем, ушедшей из симферопольской власти было в том, что Гагаринский парк развивался очень не систематично и точно, скажем, было облагораживание. И не было единого проекта такого, который бы сделало какое-то приличное архитектурное бюро, как, например, в Краснодаре мы знаем парк «Арена». Нет ли у таких каких-то глобальных идей реконструкции? Вот как раз по этому поводу мы сейчас активно сотрудничаем с Натальей Федоровной, обсуждаем концепцию комплексную развития парка, потому что вот эти точечные застройки, где-то локальные, они, конечно же, не всегда вписываются в общую картину. Поэтому хотелось бы разработать для начала общее видение и уже потом подходить постепенно к тем или иным моментам. Глава города высказалась о том, что город Симферополь хотят вновь вернуть ему статус города-сада, и в частности для этого привлекается, ну, скажем, научное сообщество. То есть вот Анна Репецкая, директор ботанического сада Симферопольского активно будет участвовать. С ней ведутся какие-то переговоры, может, какие-то проекты есть уже, которые вы можете рассказать? Вы знаете, еще не успел, потому что я всего лишь второй день как в статусе директора, поэтому таких переговоров я еще не успел провести. Но я надеюсь, что они будут, потому что только в самодействии со специалистами можно сделать какой-то достойный продукт. В частности, добавлю от себя, когда прошлая власть парк реконструировала, высадили итальянские сосны в Гагаринском парке, которые, как известно, не выдерживают температуру минус и минус 15. А их же, по-моему, в Ялте, да, тоже собираются высаживать? В Ялте минус 15, это большая редкость, а в Симферополе до минус 27 бывает, и, разумеется, эти сосны, вероятно, рано или поздно погибнут. Но будем надеяться на лучшее, конечно. Ну, конечно, будем надеяться. Ну, а мы как раз подготовили блиц-опрос, пообщались вчера буквально с людьми, спросили у них, как они реагируют на разного рода вмешательства в отношении к памятникам, к уличному искусству. И как вообще за это нужно наказывать, и нужно ли за это наказывать? Дать ему в руки перчатки, пусть отмывает, пока не отмывает. Это не должно делаться. И наказывать, и наказывать срога. За это нужно наказывать. Конечно, стоит отрицательно. Я против того, чтобы разрисовывали памятники. Не нравится мне это. Нужно смотреть по камерам, в первую очередь они стоят везде. Находить виновных и наказывать. Может быть, уголовная мера, может быть, это слишком. Но меры административные, как бы, да, надо принимать. Дать понять, что есть определенные правила обычно социума, поведения. И вот дать надо понять людям в этом плане. Я против такого. Это даже можно признать к вандализму. Это неправильно. К вандализму? Отвратительно. Очень плохо. Масса средств тратится на то, чтобы город преображался. Но по-прежнему видим, что вот шел мимо, испортил всю красоту. Ну, действительно, симферопольцы знают толк. Ведь известно, что глаз народный, он самый точный, самый правдивый. Ну, кто-то прям радикальный, ты видишь? Да, действительно. Но я бы хотел сейчас вспомнить историю детского парка. Дело все в том, что когда-то, до того, как он стал детским парком, кстати, первым в СССР, специализированным парком для детей, он был филиалом Никитского ботанического сада. И вот даже на улице Шмидта есть маленький особняк, там сохранилась табличка «Никитский ботанический сад филиал». Так вот, в частности, известно, что, например, на территории этого детского парка рядом с дубом, вот этим великан Тавриды, росли магнолии Грандифлоры. Вот эти самые известные магнолии южнобережные с огромными листьями, этими ароматными белоснежными цветками. Вот это была попытка из адаптации в симферопольском климате. Может быть, есть какие-то планы касательно этого? Вы знаете, насчет магнолии не могу ничего обещать, но точно помню историю, что теплица, которая находится у нас сзади зоопарка, она в свое время была достаточно знаковым объектом, и туда водили детей на экскурсии, потому что там выращивали достаточно редкие экземпляры цветов растений. И, конечно, в наших планах есть возобновить эту традицию, дабы мы могли гордиться не только мы, а жителей гостей Симферополя, приходить и говорить о том, что у нас есть редкие экземпляры, не хуже, чем в ботаническом саду. Знаете, хотел бы тоже добавить от себя, приезжали в гости ко мне дендрологи и другие люди, которые в этом понимают немножко, и очень было отрадно, что у нас возобновляется так называемая кадочная культура, то есть парк украшают растениями, которые на зиму уносят в теплицу и летом вновь выносят, то есть в частности олеандры, которые у вас прекрасно украшают, действительно украшение парка, это очень здорово. Это просто очень удобно в кадушках их, их можно поставить в любое место. Да, и в советские годы, в частности в Симферополе, очень многие места озеленялись пальмами тоже, которые были в виде кадочной культуры. Но все-таки пальмы, это больше, мне кажется, фишечка такая южнобережного Крыма, поэтому... Не совсем, не совсем. На улице Кушкинской в 56-м году, когда только снесли трамвай, росли пальмы в открытом грунте. Я не знаю, как-то мнений с обликом Симферопольской столицы не вяжутся. А знаете, что хотелось спросить еще? Всякие разные мероприятия, то есть и спортивные, вот я помню, в Гагаринском парке проводились, а в детском это аниматоры на праздники всегда выступали. Сохранится эта традиция? Ну, естественно. Детский парк – это упор на детские развлечения, то есть у нас аудитория от 2 до 15-17 лет, и, конечно, мы на них в первую очередь ориентируемся на мероприятия, проводим под них. Недавно был анонс о том, что будут пересматривать полностью наш зооуголок, или как его называют, зверинец. Он будет расширен, и там будут по современным европейским технологиям сделаны больеры. Ладно еще про это. Да, есть такой проект, выделены бюджетные деньги на проектирование. Сейчас ведутся активные работы, и мы очень надеемся, что этот проект будет реализован. Мы не видели еще конечный продукт в плане рисунков, но любое улучшение зоопарка – это, конечно же, будет большая благодарность от нас и от жителей Симферополя. А площадь парка позволяет увеличить, скажем, объем клеток, вольеров? Конечно, конечно. Все это позволительно, и все это в рамках проекта предусмотрено. Мы вписываемся в те размеры, которые у нас есть. Поэтому увеличиваться площадь парка не будет. Ну и условия хорошие, да, в том числе. И сейчас в это время года, да? Правильно? Да. Ну, тогда благодарим вас за беседу. Спасибо, что рассказали о своих планах на будущее. А мы предлагаем сейчас... У нас был в гостях, я хочу еще раз попрощаться с гостем, представить, что у нас в гостях был Якулевич Антон Александрович, руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры «Детский парк». Вы только вошли в должность, всего два дня, как вы нам рассказали. И мы очень надеемся, что Симферополь и наши парки будут просто украшением крымской столицы. Спасибо вам большое за рассказ. Спасибо.